20 минут о красивых людях и модных событиях нашего большого города это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула в сентябре в челябинск приезжает популярный автор известная поэтесса вера полоскова выступит она в рамках 10 литературного квартирника насколько востребована в нашем городе современная поэзия рассказывают основатели этого проекта проект литературный квартирник стал заметным событием культурной и светской жизни нашего города этой осенью состоится 10 встреча поклонников современной поэзии квартирник хоть и слово такое для небольшого количества людей но это было всего лишь метафорой да и мы рассчитывали на то что люди пойдут потому что чувствовалось в обществе вот это настроение желание слушать современных авторов поэзию до вывести ее снова на сцену слушать и плюс писатели у нас потом добавились то есть мы не только поэтов возим но и писатели которые читают свое творчество мало того мы расширились до того что мы еще привозим лекторов которые тоже но какую-то информацию полезную доносят до людей и получился вот такой вот светской литературные интеллектуальный познавательный проект мне кажется такие проекты всегда находят жизнь я вообще открыла современных авторов современную литературу потому что честно их недооценивала раньше узнала буквально пару человек а здесь каждый хедлайнер привозит обязательно свои книги вот у меня уже собрана такая небольшая библиотека именно книг от наших хедлайнеров с автографами я все перечитала и осталась в восторге я люблю стихи я всегда их любила они для меня большая важная часть жизни я будущее будучи еще подростком очень часто стихотворением находила отражение своего состояния до которое трудно выразить своими словами ты открываешь книгу начинаешь считать понимаешь так вот живот это вот про меня и некая такая такой терапевтический момент наверное поэзии вот для меня полоскова же было я считаю у основания вообще вот именно современной поэзии на данный момент современной россии она очень глубокая и но она у нее нелегкая поэзия очень нелегкая она очень думающая по сути вера полоскова 1 вывела поэзию на сцену и стала читать под музыку большому количеству людей и так сказать создала вот это вот такую атмосферу да когда стихи когда человек обнажается живьем перед публикой на не просто бриллиант российской поэзии она еще и наш юбилейный литературный квартирник очень символично что мы везем поэтессу действительно с большой буквы вера приедет обязательно со своей группой музыку пишут кстати именно под стихи специально для веры полосковой то есть будет она будет и петь будет много музыки будет и стихи и будет шоу юлия соломонова олег груз александр цыпкин александр маленков и александр снегирев благодаря проекту литературный квартирник челябинцы смогли лично познакомиться с этими авторами если вы всей страной литрами пьете водку а потом заедаете ли углем из шахты чтобы она просто не действовать ты понимаешь что вы отъехавшие все всей страной наша таня громко плачет для вконтакте будет так наша таня громко плачет таню бросил взрослый мальчик потому что малолетка а какой же он мудак творческие планы авторов литературного квартирника по меньшей мере грандиозные уже в октябре в челябинск привозит идейного вдохновителя беспринципных чтений александра цыпкина вы смотрите программу beauty time продолжаем выпуск искусство сочетать цвета и оттенки необходимо не только художнику и стилисту колористику сегодня изучают и фотографы цветовой гамме фотоснимка посвящен мастер-класс ильи двояковского которых колорист это фотограф который является сам обычным фотографом но при этом еще что-то понимает в цвете может при применить какие-то знания для того чтобы цветом привлечь дополнительное внимание зрителя для того чтобы цветом создать какая какие-то бонусные сочетания цветов чтобы цветом подчеркнуть тот или иной типаж человека подчеркнуть цвет волос цвет его глаз цвет его кожи в общем грубо говоря найти выгодный ракурс для каждого человека с точки зрения цвета я уже второй раз привожу илью двояковского в город челябинск потому что его мастер-класс очень востребованная очень интересная тема у него уникальный стиль он фотограф-колорист и рассказывает углубленно именно о цвете фотографии диапазон возможностей фотоколористики очень широк от снимков в черно-белом режиме до работы с исходниками лично я черно-белые фотографии не принимаю по одной простой пределе чина при помощи черно-белой фотографии невозможно передать ну точнее возможно это нужно нужно быть невероятным мастером с очень большой буквы чтобы передать на первых свежесть ветра или цвететение магнолий или вообще передать отличие между цветением магнолий и например миндаля по помощи цвета это сделать достаточно просто так как я destination фотографии работаю в разные времена года в разных городах в разных странах для меня цвет этот инструмент передать колорит той страны в которой я нахожусь даже того города того времени года того человека который я снимаю то есть и поэтому черно-белые фотографии это прекрасно но для моих задач и целей тяжело было бы черно-белым варианте показать кубу кубой я обычно трачу очень много времени на обработку я думаю ладно сфоткаю там что-нибудь но это занимает огромное количество времени то есть постоянно ты проводишь время за компьютером меньше внимания в семье уделяешь друзьям родителям детям и так далее мужу вот и поэтому до важнее лучше сразу классно сфоткать правильно и чтобы потом уже раз раз обработал все готово чтобы найти свой стиль нужно попробовать все и потом уже со временем ты поймешь что тебе нравится отчего ты реально кайфуешь получаешь удовольствие потому что когда ты фотографируешь то что тебе не нравится ты уже со временем просто ну и вообще не захочется ничего фотографировать у меня были такие моменты поэтому нужно найти свой стиль для этого нужно пробовать все оттенки фотоснимка могут как усилить впечатление так и наоборот разрушить его теория в сочетании с практикой помогает фотографам найти свой баланс ты яркая девушка размера плюс сайз любишь свое тело и давно мечтала стать моделью тогда прими участие в конкурсе красоты леди мармелад и выиграй 100 тысяч рублей кастинг до 15 сентября подробности в группах конкурс леди мармелад приглашаем партнеров энсо особенный стиль и безупречное качество свой уникальный образ собери на сайте макароны могут быть полезными макфа исключительно из твердых сортов пшеницы сохраняет форму идеальной макфа мой твердый выбор покупай полезные макароны одевайся свободно одевайся легко одевайся с удовольствием сеть салонов европейской одежды стрит кутюр у нас всегда новые коллекции ждем вас на sony кривой 30 и пушкина 65 конец августа и начало сентября время изучать модные тенденции сезона уже в рамках шопинга что предлагают этой осенью дизайнеры смотрите прямо сейчас рассказывать о трендах сезона можно бесконечно ведь их очень много и каждый дизайнер трактует их по-своему сегодня мы представим несколько идей для нового сезона с которыми легко и стильно можно перейти из лета в осень тренд этой осени песочные оттенки они показаны в бежевых песочных тонах коричневых шоколадных переходит в леопардовый принт также клетка можем видеть их в виде молочных фактур полоска серо-коричневого оттенка и также уходит в рыжие терракотовые цвета терракотовый цвет в этой коллекции сочный динамичный и его можно носить как самостоятельно так и в деталях осеннего гардероба в осенней коллекции изумрудный цвет д.м. представлен в различных фактурах платьев блузах от гладких до кружевных жакет в стиле шанель который можно также сочетать с простой черной юбкой карандаш можно представить вот такую блузу из мягкой кружевной испанской ткани к блузе идет топ и скреп сатина который может стать самостоятельным изделием его можно носить просто под жакет а блузу тем самым комбинировать ее с другими вариантами например каких-то топов если говорить о принтах осенне-зимнего сезона обязательно стоит отметить графические решения клетка и полоска в коллекциях осени представлены во всем своем многообразии очень много в этом сезоне клетки клетка представлена в разных вариациях например такая гленчик виндзорская клетка клетки многое мы ее видим и в классических жакетах в туниках в платьях например вот такая вот бежевая фактура в этом сезоне также актуальны полоски представляем в такую блузу из разной цветной полоски диагональная крупная мелкая очень нежная ткань по фактуре и хорошо смотрится на фигуре и еще одна модель платье в полоску платье рубашка интересно тем что здесь комбинирована полоска интересно выполнен рукав манжет на рукаве за счет продольной поперечной полоски силуэт дамы стройнит это платье можно представить как самостоятельное платье под ремень либо просто в свободном силуэте и одеть его с брюками дизайнерские идеи с элементами викторианского и готического стилей которые вдохновили многих дизайнеров обещают быть актуальными на протяжении нескольких ближайших сезонов приметы этих стилей кружева блузы с оборками глухие застежки на все пуговицы и броши под воротник модные эксперты прогнозируют наличие элементов викторианского стиля на несколько следующих сезонов это такие элементы как жабо манжеты рюши броши все это присутствует уже сейчас в новых коллекциях осени конец лета и начало осени время изучать модные тренды непосредственно в процессе шоппинга постепенно разбавляя обновками все то что осталось нам с лета это beauty time программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск 2019 год стал юбилейным в российско-китайских дружеских отношениях к этому событию приурочены российско-китайские тренировочные сборы около ста иностранных спортсменов на неделю приехали в Челябинск для обмена опытом как раз у нас сложились все пазлы чемпионат мира очень понравился в Восточной Азии китайским друзьям корейским друзьям из Гонконга наши тренеры очень часто выезжают для работы и на соревнования в эти страны у нас есть профессиональная пара Андрей Ларин, Виктория и Сатия которые посещают эти страны соответственно на фоне наших дружб культурных связей, спортивных связей, образовательных родился проект который совмещает в себе программы детские, студенческие ну и соответственно спортивные и таким образом мы сегодня в Челябинске принимаем делегацию 100 человек детей китайских с ними 16 преподавателей тренеров, родителей которые вместе с нами сегодня занимаются в нашем тренировочном зале История International Dance или по-нашему бальных танцев ведется с 20 века китайские спортсмены стали выступать в этих дисциплинах относительно недавно но за пару десятилетий смогли составить достойную конкуренцию спортсменам других континентов 2019 латиноамериканские танцы начинают свою историю в Китае примерно 30 лет назад и сейчас они достаточно популярны в Китае около двух миллионов танцующих латиноамериканские танцы несколько дней интенсивной практики новые знания вдохновляют так что казалось бы никто из юных спортсменов не чувствует усталости танцы как и любая дорога она достаточно сложная успех зависит не только от одной поездки или двух поездок нужно постоянно тренироваться нужно постоянно прилагать усилия но самое важное это тот опыт что дети получат здесь и те впечатления с которыми они вернутся это самое важное я очень рад что у меня выдалась возможность приехать в Россию я считаю что Челябинск это очень красивый интересный город и я очень рад что у нас получилось привести детей для того чтобы они могли поучиться у российских специалистов чтобы они могли выучить новые техники и обменяться опытом я очень рада что у меня есть возможность присутствовать здесь в Челябинске на этих сборах потому что это очень важно – обменяться опытом и научиться чему-то новому. Я считаю, что это очень важный этап в нашей жизни, потому что можно получить знания не только от профессионалов, но и от ребят, с которыми мы общаемся. Для меня очень важна фраза, которую сказал преподаватель, о том, что каждое движение в танце – это фраза, которую нужно произносить очень чётко. Главными звёздами международных сборов в Челябинске стали многократные чемпионы и призёры российских и мировых чемпионатов Сергей Рюпин и Сергей Сурков. Маленькие танцы всегда подают большие и огромные надежды, поэтому великолепно всегда видеть в детях их энергию, энтузиазм, потому что с возрастом он, конечно, теряется. Поэтому очень приятно видеть, когда они открыты, смотрят на тебя большими глазами и отдают эту энергию, и ты тоже ей заряжаешься. Очень разные дети, очень разные. Есть соло-дети, есть дети, которые только начинающие, но есть очень прекрасные чемпионы Китая по детям, по юниорам один, которые сейчас к нам приехали, они достаточно очень сильные, подготовленные ребята. И в плане физическом они тоже очень подготовленные. Сложностей в общении российских и китайских участников сборов не наблюдается. В перерывах между классами ребятам помогают волонтёры-переводчики, а на паркете все понимают друг друга без слов, поскольку говорят на одном языке танца. Уютный шоппинг в самом центре города. Торговая галерея «Аллея» на труда 166 представляет лучшие бренды нижнего белья. Роскошные коллекции из тончайшего кружева и шёлка. Повседневные комплекты с безупречной посадкой. А также инновационные дизайны для пышных форм с моделирующим эффектом. Стильные купальники и одежда для дома. Нам доверяют девушки от 38 до 80 размера. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Второй этаж над гипермаркетом «Спар». Вы – женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас «Имидж-клуб Светлана» объявляет набор в проект «Модель Х+. Подробности по телефону – 263-57-37. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Накирова 159. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Всё это про одежду бренда «Мэдди Арт». Деловую капсулу и образ на выход мы подберём вам с удовольствием и профессионализмом. «Мэдди Арт» – гарантия восторженных взглядов. Хотите ещё больше красивых новостей? Подписывайтесь на наш инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте, а также смотрите ютуб-канал «Бьюти Тайм». На этом выпуск завершён. До встречи! Наши стильные партнёры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры подогнал «Симон»!